В Гомеле проходить семинар по пытаниях реализации программы устойливого развития. В Беларуси эта глобальная инициатива реализуется с 2015 года. Удельники семинара анализуют сделанное и докладывают задачи, которые являются приоритетными на мясовом узровне. С выказанными думками ознайомились наши корреспонденты. По великим рахункам этого устойливого развития, это стратегия, реализация которой позволит сформировать умов для развития трех складающих – экономики, экологии и социальной сферы. И как выник человеческого потенциалу. Причем часто досягнение этих задач потребует коллективных действий на международном узровне. Беларусь эксперты Организации Объединенных Наций наведали в 2017 году. Выникам этого визита стала распроцовка так званой «дорожной карты» – приоритетных накерунков развития краины. Начиная от ориентации на зеленую экономику и информационные технологии до гендерной ровности в громадстве. Есть с этим проблемы, потому что у нас очень мало женщин, которые работают в системе, например, IT-технологий, технических специальностей, там, где очень хорошая заработная плата. Если проанализировать те специальности, по которым работают женщины, это в основном… их очень много, если взять, например, государственные органы. У нас женщины работают на каких должностях? В основном рабочие лошадки, средний уровень. Руководящие позиции женщины очень редко занимают. Одночасовая с реализацией задач, огульных для всех краин, у центра уваги питание, характерное для конкретных территорий. Это позволяет не только выявить мясовые риски, но и минимизировать их в условиях обмежеванных финансовых средств. Особливая увага экономическому развитию. Причем каждый регион вызначает приоритеты, заходящие из мясовых особенностей. Что тучится Гомельской области, тут мощный промышленный потенциал. Его эффективное развитие позволяет увеличить доходы насильства и обеспечить социальные гарантии для наибольшь необороненных групп. Индустриальный комплекс не может существовать без внешнеэкономических связей и торговли. Не может существовать без своего дальнейшего развития, модернизации. Также хочу отметить немываложную роль в развитии малого предпринимательства. У процессе реализации метов устойливого развития задействованы представители органов улада мясового самокирования, науки бизнесу, приватного сектора, молоди. Широкий удел насильства – обмеркование мясовых проблем у вогули. Одна из головных умов для реализации запланованного. Такий подход позволяет отмываться от принципа «охопить неохопное» и сконцентроваться на ключевых проблемах кожного региона. В этом контексте великое значение мое партнерство громадских объединений с державными структурами. Непосредственно в Гомельской области для этого есть все умовы. В Гомельской области такой областной координационный совет по делам инвалидов, который дает возможность именно самые короткие сроки обсуждать и напрямую обсуждать со всеми заинтересованными государственными структурами те проблемы, которые стоят на сегодняшний день перед такой категорией наших граждан. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадио, компания «Гомель».